Огромная территория с большим потенциалом. Так оценивают свой двор жители домов в границах улиц Осипенко, Чернореченская и проспекта Карла Маркса. Многоуровневая площадка может вместить в себя и спортивные объекты, и детские игровые зоны, и сцену со зрительскими местами, и даже зону для выгула собак. Жители планируют разработать проект и участвовать в следующем году в программе формирования комфортной городской среды и региональном проекте «Содействие». Своими идеями жители поделились с главой города Еленой Лапушкиной, совершавшей объезд Ленинского района. Что бы хотелось от жителей? Не просто так, чтобы вы подали заявку, нарисовали дизайн проект, но то, чтобы вы чувствовали себя частью вот этого всего, чтобы вы понимали ответственность, что если вы видите, кто-то вам разрисовывает граффити, ну остановите. Жители соседних домов заявили, что готовы поддерживать порядок на благоустроенной территории. Если вы возьмете на себя возможность сделать площадку, мы создадим совет, будем следить, смотреть, вносить какие-то предложения в администрацию района, города, ну и сами будем следить за порядком. А вот жители дома номер 20 по клинической такой проект разработать пока не могут. Во дворе находится частная территория. Фирма-владелец решила возвести здесь высотку. Это вызвало возмущение у горожан. Глава Самары побывала на проблемной стройплощадке. Елена Лапушкина отметила, что главная ошибка застройщиков в том, что они не выстраивают диалог с соседями, не объясняют, какие плюсы может дать это строительство. А также пообещала поддержать жителей, если компания не найдет с ними общий язык. Глава города встретилась с жителями дома номер 40 по Владимирской. Здесь горожане просят открыть площадку для выгул и дрессировки собак, а также запретить выгул четвероногих на аллее за домом, чтобы люди могли там заниматься спортом и гулять с детьми. Также жители просят установить пункт полиции у дома, потому что во дворе ночами постоянно гуляют шумные компании. Во время объезда Ленинского района глава города также посмотрела, как благоустроили аллею на улице Мичурина. Здесь положили тротуарную плитку, установили новые лавочки и урны, высадили цветы и кустарники. Елена Лапушкина оценила, как в целом поддерживается порядок на территории всего района, чистоту улиц, состояние дорог во дворах и работы по опиловке аварийных деревьев. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.